В рамках дня ЗАГС-собрания в Собинском районе состоялось очередное заседание рабочей группы депутатов ЗАЭС по мониторингу ситуации в регионе. На этот раз обсуждали результаты проверки города Лакинск. Счетная палата выявила многочисленные факты превышения полномочий и одновременно неисполнение своих обязанностей бывшим главой города. Среди выявленных фактов интересна история с собственностью городского рынка. На его территории действовали две организации – муниципальная и частная. Раздел имущества пошел не на пользу городской казне. Часть имущества, которое есть в муниципальной собственности на рынке, она вообще находится в неудовлетворительном состоянии. А хорошее использование имущества передано в частные руки. Естественно, Совет не предпринял никаких мер, чтобы истребовать назад это имущество, хотя судебная практика такая есть и достаточно положительная. Много нареканий было и в отношении единственного в Лакинске стадиона. Выяснилось, что программы по спортивной подготовке не разрабатывались, тренеры не имели соответствующей квалификации, да и плата за занятия взималась странным образом. Оказание платных услуг осуществлялось по свободной системе дифференцированной плате. Кто сколько мог, кто столько и платил. Или кто сколько просили, столько и давали. Тоже серьезные проблемы. Представители правоохранительных органов, которые также были на совещании, сообщили, что по итогам проверок деятельности бывшего руководства Лакинска возбуждено несколько уголовных дел. Одно уже передано в суд. Впрочем, вопросы у полиции еще остались. По факту растрата имущества в настоящее время также мы выполнили ряд следственных действий, оперативных мероприятий. В связи с проведением сроками, сроки нам не дают в полном объеме дальше проводить. Мы данный материал отказали, но с учетом ходатайства перед прокуророй о возвращении материала нам на допроверку. То есть, по данному факту... Понятно. Тут написано, что Фадеичево... Да, да, да. Да, да, да. Вы не останавливаетесь. Совершенно верно. Новая власть прилагает все усилия для того, чтобы устранить выявленные нарушения. По мнению аудиторов счетной палаты и депутатов ЗС, упорство и неравнодушный настрой помогут все исправить. Конечная задача навести порядок в распоряжении муниципальным имуществом города Лакинска, навести порядок в соблюдении бюджетного законодательства, потому что на сегодняшний день пока вот эти вопросы в городе Лакинске решаются неудовлетворительно. Ситуация в Лакинске останется под контролем депутатов до полного устранения всех недостатков. А в скором времени счетная палата проведет еще одну контрольную проверку, чтобы выяснить, насколько успешно новой власти удается справиться с проблемами, доставшимися им по наследству.